Всем привет! В этом видео я расскажу про активацию скрытых функций бортового компьютера и про его функционал на примере автомобиля BMW E46 3 серии. Для этого запускаем двигатель. Заходим в тесты левой кнопкой путем долгого удержания. Вот появляются тесты. Заходим в тест номер 19, который отвечает за активацию скрытых функций. Дожидаемся позиции ON. Опять же, долгим удержанием активируем все функции активные. Дальше переходим к рассмотрению непосредственно функций тестов. Заходим в тест номер 1, который показывает кучу общей информации. Сейчас тест 0.1. Последние 5 цифр ВИН-кода автомобиля. 1.1. Число спидометра некое. Тест 1.2. Собственный ID номер приборной панели. То есть, я так понимаю, серийный номер. Тест 1.3. Некий индекс кодировки. Тест 1.4. Дата выпуска автомобиля. Сейчас здесь 48 неделя 2003 года. Тест 1.5. Версию софта бортового компьютера. Тест 1.6. Некие данные по мотору показывают. Долгим тапом, опять же, переходим к следующему тесту. Тест номер 2. Тест номер 2. Это комбинированный тест. Это полный тест приборной панели. О нем я расскажу в следующем видео. Сейчас идем дальше. Переходим к тесту номер 3. Тест 0.3 показывает коэффициент пересчета сервисного интервала в литры. Тест 3.1. Количество дней, оставшихся до последующей сервисной инспекции. Переходим к тесту номер 4. Тест номер 4 показывает мгновенный расход топлива литров на 100 километров. В данном случае мы стоим на месте. Соответственно, этот расход стремится к бесконечности. Ну и, соответственно, выдает 999. Тест номер 4.1 показывает тоже то же самое. Расход, мгновенный расход топлива только в час. В данном случае видим, что это вот 300-500 грамм в час он напрягает. Идем дальше. Тест номер 5. Тест номер 5 показывает нам в час оси 5.0 усреденный расход литров на 100 километров. В данном случае вот 5,9 литров на 100 километров средний расход у нас. Тест 5.1 – это дальность поездки, то есть сколько остается километров проехать по остаточному топливу в баке. Идем дальше. Тест номер 6. Тест номер 6 выдает нам информацию по топливному баку. То есть 6.0 показывает раздельные показания датчиков левого и правого отсека бака. Мы видим, что в левой половине уже ничего нету. Ноль. Это первые три ноля. В правой половине осталось 7,2 литра. Тест 6.1 показывает суммарное содержание бака. То есть вот опять же 6,7,2 литра. Тест 6.2 показывает усредненное значение указателя топлива и состояние датчиков. Состояние датчиков – это последняя цифра. Если она единица, то оба датчика в порядке. Если 2, то датчик дефектный. Если 3, то неправильный сигнал от датчиков. То есть оценка невозможна. То есть он будет выдать неправильную информацию. Идем дальше. Тест номер 7. Говорит нам о температуре охлаждающей жидкости. В час 7.0 видим сейчас 62 градуса охлаждающая жидкость двигателя. 7.1 – температура наружного воздуха. То есть сейчас 7 градусов, 7,3 градуса. Вот 7,1. Тест 7.2 показывает мгновенную частоту оборотов двигателя. То есть вот она примерно в среднем в 830 оборотов в минуту. 7,3 показывает мгновенную скорость километров в час. То есть стоим на месте по нулям. Так, дальше. Идем дальше. Тест 8. Показывается нам то же самое, что и в тесте 7.0. Только в 16-ти ричном виде. Этот тест, в принципе, для обычного водителя бесполезен. Идем дальше. Тест номер 9. Тест номер 9 показывает напряжение бортовой сети. В частности, сейчас в сети напряжение 14,2,3 вольта. Функции 9,1, 9,2, 9,3 в принципе в этой машине задействованы. Но по их показаниям лучше обратиться к специалисту. Идем дальше. Тесты 10, 11, 12, 13 не задействованы. Кроме 13 тестов, это гонг-тест. Тест 14 указывает... Тест 14 это накопитель ошибок. Он показывает такие ошибки в автомобиле, записанные в памяти. В данном случае ничего нет. Ничего нет. Переходим дальше. Тест 15, 16. Сейчас, секундочку. Тест 15, 16. 17 и 18 не задействованы. 19 тест это тест активации скрытых функций бортового компьютера. С чего мы начинали, в принципе. Ну и в принципе вот и все. Единственное, что еще могу сказать, это тест номер 21. Который осуществляет общий сброс установленных данных. То есть, его действие аналогично отключению аккумулятора. То есть, он сбрасывает показания часов, накопитель ошибок, ну и так далее. То есть, абсолютно идентичное отключение аккумулятора. Ну вот, в принципе, вот и все, что я вам хотел рассказать. До скорых встреч. Пока.